За что мне такое тело? Воспитанной матерью в Америке, Гевин наслаждался счастливым детством. Но довольно рано, в 10 лет, он заметил, что его грудь не такая, как у других мальчиков. Грудь продолжала увеличиваться. Я не знал, нормальный я или отличаюсь от других. Мои друзья больше не общались со мной, они не хотели, чтобы их видели со странным ребенком. Честно говоря, в подростковом возрасте у него был лишний вес. И он думал, что стоит потерять вес, как уменьшится и грудь. С наступлением зрелости он посвятил себя борьбе с лишним весом. Но продолжал стыдиться своей груди, потому что она не уменьшалась. Случалось так, что люди спрашивали меня, вы транссексуал? Вы на женских гормонах? Или, может, наоборот, на мужских? Всякий раз, выходя из дома без своих футболок, я боюсь, что на меня станут показывать пальцем и смеяться за спиной. Как будто я снова в школе и опять переживаю издевательства. Боясь насмешек, Гевин избегает переодеваться при людях, включая и самых близких. Я думаю, глубоко в душе он стыдится из-за того, что происходит с его грудью. Я несколько раз видел его в бассейне, он вечно в своих плотных черных футболках, никогда не оголяет грудь. Я знаю, он думает, что должен скрывать свою грудь даже от меня. Но даже я вряд ли понимаю, насколько ему тяжело. Заболевание Гевина мешает его жизни и будущему. Я много занимаюсь спортом, каждый день. Главным образом для того, чтобы быть в форме. Я мечтаю служить в авиации. Но есть одно препятствие, стоящее на пути Гевина к его мечте. Служить в авиации означает переодеваться вместе с другими, а это сейчас мой самый страшный кошмар. За что мне такое тело?